Приветствуем вас на программе Эндрю Вомука «Истина Евангелия». Цель его служения — донести до людей весть о Божьей безусловной любви и благодати. Вот уже 20 лет, как Эндрю учит людей по всему миру через библейский колледж Харрис. А теперь давайте послушаем Эндрю. Добро пожаловать на передачу «Истина Евангелия». Сегодня понедельник, и сегодня я начинаю совершенно новый цикл программ под названием «Истинная натура Бога». На эту тему у меня есть книга, аудио и видеодиски. И хочу вам сказать, что это мощные принципы, мощная истина. Я хочу сказать, рассказать вам о том, как 4 ноября прошлого года Господь разбудил меня ночью в 3.30. Я крепко спал, но внезапно услышал, что Бог обратился ко мне. Я тут же проснулся немедленно. Господь сказал мне, «Я поднял тебя, чтобы изменить мнение людей обо мне. Когда изменится их мнение обо мне, будет меняться их жизнь. И когда изменится их жизнь, они изменят мир». Я скажу вам, что это глубочайшие слова. Я действовал и старался так делать. Но эта фраза очень лаконичная и емко описывает то, к чему Бог меня призвал. Изменить мнение людей о нем. На Бога клевещут, его искаженно представляют чаще, чем любую другую личность в истории. Например, в контрактах есть такой пункт, как форс-мажор, который буквально переводится с английского как «действия Бога», то есть ураганы, торнадо, пожары, потопы. И мы обвиняем Бога во всем этом. Когда кто-то умирает, люди незамедлительно дают объяснение. Они говорят, «Число его дней, наверное, стекло. Может быть, твое время пришло. Никто не умирает без воли Божьей. Бог забрал его». Но это даже близко не лежит к тому, что говорит Писание. Послание евреям во второй главе говорится, что Иисус умер, чтобы смертью лишить силы, имеющего державу смерти, то есть дьявола. Четко сказано, что именно сатана, тот, кто приходит для того, чтобы украсть, убить и погубить, согласно Иоанна 10.10. В первой книге Библии показано, что Бог сказал нам не есться от дерева и рассказал о последствиях. Это мы ели от дерева и взбунтовались. Это мы пригласили смерть. Это мы вызвали болезни, а не Бог. Однако Бога совершенно неправильно понимают и постоянно клевещут на Него. И все это влияет на наше отношение с Ним. Нельзя иметь хорошее отношение с тем, кого вы считаете причиной своей боли и трагедии. Если бы мы с вами были друзьями, я настолько бы вас любил, что сделал бы так, чтобы ваш ребенок, например, родился психическими или эмоциональными проблемами, либо я убил бы вашего друга, либо послал вам болезнь, чтобы смирить и сокрушить вас таким образом. Если каким-то образом я мог бы это делать, у меня точно было бы немного друзей. Немногие люди захотели бы сблизиться со мной, если бы я так поступал с ними. Однако именно таким постоянно нам изображают Бога. Я не буду в это сильно углубляться. Кое-что упомяну и перейду к теме «Истинная натура Бога». Но хочу сказать, что учение о Божьей суверенности в крайней его форме, вероятно, наихудшая ересь в теле Христа. Я знаю, многие из вас шокированы этими словами, потому что это мнение очень распространено, и многие думают, да ты же еретик, ты противоречишь фундаментальным истинам христианской веры. Но я объясню, слово «суверенный» или «вседержитель» используется, например, в английском переводе Библии, только в современных переводах. В новой международной версии словосочетания «всемогущий Бог», «Господь Бог всемогущий», «Господь» заменены на фразу «Господь вседержитель» или «Господь суверенный», «Суверенный Господь». Таким образом, и распространился этот термин «вседержитель» или «суверенный Бог». Но этого термина нет в версии короля Якова, например. Если вы говорите это слово, вкладывая в него понятие «словарное», которое есть «словаре», которое означает «верховный», то есть согласно словарю «первый по званию, чину и власти». Если вы говорите, что Бог, что называется, находится на вершине пищевой цепочки, что никто не приказывает и не указывает Ему, если вы вкладываете такой смысл в слово «вседержитель» или «суверенный», то я «за». Но религия придала слово «вседержитель» суверенный другое значение, а именно то, что Бог все контролирует, и ничего не происходит без Его воли и позволения. Я с этим не согласен, и мое несогласие основано на Библии. Библия этому не учит. Я могу привести массу примеров. Когда народ израильский вышел из земли египетской, там четко сказано, что Бог не планировал держать их в пустыне 40 лет. Он хотел ввести их в землю обетованную, но они сбунтовались против Него и не послушали Его. И бунт людей стоил им 40 лет в пустыне. Но это не было волей Божьей. Воля Божья не исполняется автоматически. Я приведу простой пример в Писании, в 2-м послании Петра, 3-й главе, 9-м стихе. Здесь говорится, что Бог не желал, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Это место четко показывает, что Божья воля такая, чтобы никто не погиб. Божья воля в том, чтобы каждый человек принял спасение и вечно был на небесах. Это Божья воля. Однако Иисус сказал, что больше тех людей, которые входят широкими вратами в погибель, чем те, которые тесными вратами входят в жизнь вечную. Это значит, что Божья воля не совершается и не исполняется автоматически. У нас есть выбор. Выбор за нами. У Бога есть воля, есть желание, у Него есть план для жизни каждого человека, но Он не исполняется автоматически. Если вы учите о чрезмерном верховенстве, о чрезмерном крайнем проявлении суверенности Бога в религиозном смысле, то есть в том, что Бог все контролирует, таким образом вы представляете Бога в совершенно искаженном виде, потому что вы обвиняете Бога во всех бедах. Я знаю, что некоторые сейчас на меня негодуют. Меня, наверное, больше критикуют за учение против этого религиозного учения о суверенности Бога, чем за учение на любую другую тему. Есть те, кто пишут мне ужасные письма, письма ненависти так называемые, но зачем вы злитесь на меня, ведь я не учил бы об этом, если бы на это не было Божьей воли. Если вы верите в свое собственное учение о суверенности, что Бог все контролирует, то Бог и меня направил, чтобы учить об этом, иначе я бы этого не делал. Многие люди, которые проглашают, что Бог Вседержитель, Он суверенный, теперь сидят и злятся на меня за эти слова, однако, согласно вашему богословию, Бог допустил, чтобы я об этом учил. Разве не так? Если вы верите в суверенность Бога, что Он посылает вам трагедии, неприятности, что Бог все контролирует в вашей жизни, производя что-то и позволяя чему-то произойти, то вам придется обвинить Бога во всех болезнях и боли. И если вы будете последовательны в своем богословии, то вы не должны обращаться к врачу, не должны принимать лекарства и соглашаться на операции, ведь если бы Бог послал вам все это, чтобы сокрушить вас, смирить и научить вас чему-то, зачем же вы идете к врачу и пьете лекарства? Этим вы пытаетесь уйти от воли Божьей. Я повторяю, что это лицемерное поведение, непоследовательное. Люди, которые проповедуют о суверенности Бога, на самом деле не верят в это. Это просто удобное богословие для них. Если что-то идет не так, легко объяснить это такими словами. Ну, наверное, у Бога была своя цель. Не нужно брать на себя ответственность, не нужно противостоять дьяволу, не нужно бороться и стоять в вере за что-то. Просто идешь по жизни, будь что будет, поживем, увидим и так далее. И вот вы видите проблемы и обвиняете в них Бога. Но это неправильно. Все это противоречит миллиону стихов Писания. Я буду учить об этом позже. Я не буду говорить конкретно о суверенности Бога, но объясню, что люди не понимают Бога и обвиняют Его, и в результате имеют неправильное представление о Нем. А по этой причине у них нет с Ним хороших отношений. Я вернусь к тому, что Бог сказал мне 4 ноября. Он сказал, если мнение людей обо мне изменится, если бы вы только знали, насколько Бог благ и добр, как сильно Он любит нас, это изменило бы вас и ваши отношения с Богом. Что, в свою очередь, изменило бы людей вокруг вас? Я убежден, что тело Христово не очень влияет на мир, в котором мы живем, потому что у нас ложное представление о Боге. Дух Святой не может свидетельствовать об образе Бога, который создала религия, потому что это неправильный образ. И Дух Святой не может обличать людей из-за неправильного представления, которое мы им даем. Это нужно изменить. Что мы и будем делать в нашей серии передач, которую я начинаю сегодня. Мы попытаемся определить, какова же истинная натура Бога. Представить вам правильное мнение и правильный образ Бога, потому что на Бога наговаривают и представляют Его в совершенно искаженном свете. Я приведу вам иллюстрацию. Знаете, я люблю лошадей, у меня большую часть жизни были лошади. Однажды мне дали двух лошадей, которые были жеребятами. Это были жеребята от моих кобыл, которые мне принадлежали. Владельцы жеребят переезжали и продавали пастбище и лошади. Но никто не хотел этих лошадей покупать. Осталась всего одна неделя до отъезда этих людей. Никто не хотел брать этих лошадей. И они предложили взять мне их бесплатно. Если бы я отказался, то им пришлось бы вызывать людей из общества животных, чтобы этих лошадей в конце концов застрелили. Им было по три года этим лошадям. К ним ни разу никто не прикасался. Их просто выпускали на пастбище. Можно было дать им овса, они подадут, поедят овес, но никому не дадут потрогать себя. И когда одному же ребенку был год, на него надели недоуздок, недоуздок, и теперь ему исполнилось уже три года, и этот недоуздок стал мал и мешал росту лошади. Тут было несколько проблем. Нужно было или поймать этих лошадей, или застрелить их. Итак, этих лошадей предложили мне. Я заплатил двум ковбоям по 350 долларов за лошадь, чтобы поймать лошадей, объездить их и доставить мне. В выходной они пошли, попытались поймать лошадей, и они оба попали в больницу. Эти лошади были абсолютно дикие. Ковбои поняли, что не стоит с ними связываться, и вернули мне деньги. Итак, у меня была неделя на то, чтобы поймать лошадей, иначе их бы застрелили. И вот что я придумал и сделал. Я хочу сразу извиниться перед любителями лошадей. Я не понимал, что делал, и не знал о результатах того, что собирался сделать. В общем-то, я, в общем-то, хороший человек, я не причиняю животным вреда намеренно. Я не такой человек. Я не издеваюсь над животными. Но тогда я хотел поймать этих лошадей, и поэтому я пошел, выкопал яму в центре пастбища, забил в нее кол большой. Лошади ели из ведра, поэтому я взял высокое 20-литровое ведро, насыпал туда совсем немного овса, чтобы лошадь засунула свою голову в ведро, и не видела, что происходит вокруг. Так я и сделал. Я так делал 3-4 дня, они ели из ведра, привыкли, что я стою на расстоянии 3 метров от них. На такое расстояние они меня подпускали. Они засовывали ведро в голову, я кормил их так несколько дней, пока они не привыкли к этому. Потом я положил жесткий аркан на верхний край ведра и прикрыл его травой, чтобы они не увидели. И подошел один из этих лошадей, арабский скакун, которого звали Эль Шадай. Это имя Бога, оно означает «больше, чем достаточно», Бог избытка. Но про этого коня можно сказать, что он был «больше, чем достаточно» или «больше, чем я смог бы осилить», что называется. В общем, конь подошел к ведру, засунул в него голову, а на ведро я положил аркан и прикрыл его, чтобы они не заметили. Когда лошадь засунула туда голову, я тут же защелкнул аркан на лошади, затянул его, и лошадь оказалась привязанной к веревке с скользящим узлом и привязанной к колу, который был бит в землю. Когда лошадь почувствовала на шее аркан, она рванула со всех ног, пытаясь убежать от меня, но веревка не дала ей убежать, она была привязана к этому колу, и лошадь со всего размаху упала на спину, пиная ногами в воздух. Когда-то произошло, эта лошадь буквально сошла с ума. Эта лошадь по имени Эль Шадай стала буквально одержимой, я никогда ничего подобного не видел, она встала на дыбы, на передние ноги, носилась по кругу, плевалась, сморкалась, из нее вылетало не только что-то спереди, но и сзади, она буквально сходила с ума. И я испугался, Джейми была рядом со мной, и я уже достал нож и собирался перерезать веревку, потому что думал, что лошадь себя убьет. Но лошадь бегала по кругу и выкидала все эти номера и кренделяя, я мог бы запутаться в веревке, если бы подошел к ней, и она могла бы меня убить. Где-то минут 20 или 30 мы смотрели, как эта лошадь сходит с ума, и в конце концов она полностью вымоталась, устала и больше не могла уже бегать, и она в последний раз дернула веревку из всей силы, веревка сдавила ей шею, и лошадь без сознания упала на землю. Я подошел, сел ей на шею, снял этот недоуздок, который впился ей в морду, надел недоуздок большего размера и привязал ее между двумя колами, которые были вбиты в землю. Когда лошадь пришла в сознание и встала, она была объезжена, она была побеждена, на ней можно было ездить. Я полностью сломил дух этой лошади. Я хочу извиниться, и я не осознавал, что будет такой результат и так это будет происходить. Это был красивый арабский скакон, он стоял, подняв голову. Это была прекрасная, красивая лошадь, но когда она видела мой зеленый пикап, еще в километре она опускала голову, прижимала уши и начинала трястись и дрожать. Она вот так вот тряслась. Когда я сидел на ней, она вся тряслась, она постоянно была просто в ужасе от меня. И знаете, я разговаривал с этой лошадью, я сказал ей, ты совершенно неправильно меня понимаешь, у тебя неправильное представление обо мне. Я хороший парень, я не собирался причинять тебе боль, я пытался спасти твою жизнь. Я сказал лошади, я вообще-то спас тебе жизнь, если бы я тебя не поймал, тебя бы убили. И я объяснял все это лошади, я говорил с ней, объяснял, но эта лошадь так и не оправилась от первой встречи со мной и совершенно неправильно поняла мою натуру, что называется, и мою природу из-за того, что я сделал. И даже не то, что я сделал, а реакция лошади на то, что я сделал, она вызвала все эти проблемы. Если бы лошадь не взбунтовалась и не сопротивлялась так сильно, переживание не было бы столь травматичным. Зачем я это рассказываю? Я хочу сказать, что люди имеют неправильное впечатление о Боге. И во многом эти неправильные впечатления связаны с тем, что Бог делал. Часть передач по этой теме мы посвятим Ветхому Завету. В Ветхом Завете Бог действительно поступал очень жестко. Он наводил проказы на людей, он поражал их язвами, грибком, геморроем. Были случаи, когда гнев Божий изливался. Люди взяли все эти примеры и нарисовали себе образ Бога, который в действительности противоречит Его истинной природе и натуре. В первом послании Иоанна, 4 главе 8 стихе, говорится, что Бог есть любовь. Однако в Библии, особенно в Ветхом Завете, есть много такого, что не похоже на описание «Бог есть любовь». Кажется, что Бог гневается и негодует. Однажды, когда я об этом учил, ко мне подошел человек и сказал, что всегда представлял Бога таким стариком с длинной бородой, который опирается на перила на небесах, с молнией в руке, который только и ждет, когда этот мужчина сделает что-нибудь не то и сразу «Бабак!» Вот ему прилетело от Бога Божий гнев. Некоторые, может быть, немного по-другому себе представляют Божий гнев, но я знаю, что многие видят Бога суровым, злым, жестким, который изливает на тебя гнев, и если ты что-то не так сказал или что-то не так сделал, тебе тут же прилетит. Фактически, об этом говорится в 28 главе Второзакония. Отчасти, такое впечатление о Боге создается при чтении Писания, но точно так же из-за моих действий у лошади создалось совершенно неправильное впечатление обо мне, из-за чего она дрожала и тряслась всякий раз, когда я подходил к ней. Причина была то, что я сделал, но лошадь абсолютно неправильно поняла мои мотивы. Она не поняла, что я спасал ее жизнь. Своими действиями я сохранил лошадь от смерти. Это была крайняя мера, но она спасла жизнь этой лошади. Подобным образом некоторые не понимают гнев и наказание Ветхозаветного закона, думая, что это и есть истинная натура Бога. Это истинный его характер. Но нет, Бог есть любовь, согласно 1 Иоанна 4, и 8 в послании к евреям 1 главе 3 стихе сказано, что Иисус есть образ ипостаси или выраженный образ Бога. Это значит идеальный образ, точная копия. В Ветхом Завете в послании к евреям 1 главе написано, что Бог говорил неясно, символично через ветхозаветных пророков. Но Иисус был образом, отражением образа Отца, выражением образа Отца, образом ипостаси. Он был идеальным образом. Иисус упрекнул своих учеников за то, что они хотели сделать то же самое, что святые мужи Божьи делали в Ветхом Завете. Это значит, что если бы Иисус, точный образ Бога, был на земле в Ветхом Завете, то Он упрекнул бы некоторых святых людей Божьих, Илью и других, за их гнев и суд, который они произвели. Тогда было другое время. Я не говорю, что Ветхозаветный закон был неправильным. В нем не было неточностей, но он был неполный. Он открывал нам только один аспект Бога. Он не показывал нам милость Его, благодать Божию, которые были явлены через Иисуса. Почему Ветхий Завет называется Ветхим, а Новый Завет Новым? По определенной причине, потому что они несовместимы, это не одно и то же. В них показаны разные отношения, взаимоотношения с Богом, разный подход к Богу. К людям в Ветхом Завете нужен был один подход, а к людям в Новом Завете другой. Точно так же нельзя обращаться с ребенком так же, как обращаешься со взрослым. Можно убеждать взрослого, говорить с ним, объяснять ему, но иногда это не действует на ребенка, поэтому ребенка приходится дисциплинировать иначе, чем взрослого. До рождения свыше мы были как дети и Ветхозаветный закон существовал с определенной целью. Я буду все это объяснять позже. Учение об истинной натуре Бога показывает, как гнев и наказание от Бога в Ветхом Завете сочетаются с благодатью и милостью Божьей в Новом Завете. Вы узнаете, почему были такие строгие наказания, и как теперь за все проступки заплачено. Иисус понес наше наказание на себе, чтобы с нами, людьми Нового Завета, Бог никогда не поступал так же, как с людьми Ветхого Завета. Если вы это поймете, то получите ответы на многие свои вопросы и сможете многое объяснить и узнаете, что Бог благой. Произойдет то, что сказал мне Бог. Если ваше мнение о Боге изменится, и вы поймете, что Он есть любовь, ваши отношения с Ним радикально изменятся, а это в свою очередь изменит и ваше служение людям и решит многие проблемы. Эта тема одна из самых важных среди тех, которые мне дал Господь. Сегодня вводная программа, и я хочу, чтобы вы поняли, что это очень мощная тема, сильное откровение. У меня есть книга под названием «Истинная натура Бога», ее стоит прочитать. Есть также аудио- и видеодиски с этим учением, вы можете их заказать. Если у вас будет этот материал, вы сможете изучать его, пока будут идти наши телепередачи на эту тему, я уверен, что вы еще больше почерпнете из них. В конце передачи вы узнаете более подробную информацию, пожалуйста, звоните и пишите, заказывайте этот материал. Обещаю, что это учение изменит вас и вашу жизнь. Если вам сложно принять исцеление или еще что-то, завтра я начну приводить места писания на эту тему. Причина в том, что у вас нет правильного знания о Боге. Все, что связано с благочестивой жизнью, приходит через познание Бога. Если у вас неправильное знание, если вы получили неправильную информацию о Боге, я попытаюсь изменить ваше мнение о Боге. Я верю, что это произойдет перемены в вашей жизни. По утверждению некоторые скажут, о нет, у меня не в этом проблема. Но это именно так. Библия говорит, что благодать и мир приходят через познание его. Я могу приводить личные примеры, примеры из Библии. Я читал свидетельства многих людей, которые попадали в кошмарные, кошмарные ситуации. Однако они обращались к Богу. Они понимали, как Бог их любит. И сейчас они преуспевают, они живут в мире радости. Я мог бы рассказать о своей жизни. Я проходил через такое, что могло бы навредить мне с естественной точки зрения. Но благодаря своему познанию Бога, я мог быть в мире радости и с победой пройти все. Благодать и мир приходят через познание Бога. Они приходят не через молитву и моление, когда мы умоляем Бога, залавиваем руки. Все это приходит через знания. Не пропустите передачу Истинной Евангелия завтра.